На одной волне с городом. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Мы приветствуем всех присоединившихся, подключившихся к утру на Болткоме. Мы будем говорить о нашем любимом городе. И вот было время, когда мы только обсуждали, что с проектом Rail Baltica будет происходить, какие перемены затронут нашу жизнь. Но вот уже более полугода прошло запуск строительных работ центрального узла Rail Baltica на центральной станции, на нашем любимом вокзале. И хотелось бы узнать о том, как эти работы происходят сейчас. Вот с таким вопросом мы обращаемся к председателю управления Aeropos del Salle Lineas Каспору Вингрису, который сейчас с нами на прямой связи. Доброе утро, господин Вингрис. Доброе утро. Доброе утро. На самом деле, когда-то относительно недавно еще сидели и гадали, будет вообще этот проект, не будет этот проект, когда приступят еще к его реализации, дадут денег, не дадут. И вот денег дали. Уже полгода даже прошло с запуска строительных работ. Вот, в самом деле, как проходят эти работы, насколько успешно? Да, вы правильно заметили, работа на строительной площадке сейчас достигла очень высокой интенсивности. И даже ведется в две смены. В дневную смену происходят основные строительные, демонтажные работы, также строительство новой трансформаторной подстанции для электричества и соответствующие наземные исследования, подготовка фундамента и строительство новых путей. В свою очередь, работа на улицах и на железной дороге ведется в ночную смену. И в работе участвует в среднем 120 человек в день. Вообще, хватает ли рабочих рук? Или есть вакансии, кстати, для интересующихся? Кто-то, может, работу ищет в строительстве, а вот, пожалуйста, строить такой... Раньше строили БАМ, сейчас можно Рейл Балтика. А потом тоже вспоминать на старость лет. Вот, я помню, забивал... Как они называются, эти гвозди длинные? А, я потом вспомню. Да, Каспар, на самом деле... Скобы? Наверное, скобы. Нет. Вы пока отвечаете? Да, я пока вспомню. Пока хватает. Костыль, вспомнил, костыль. Вот такой вот тяжелый, огромный, большой гвоздь, толстый. Да, пока хватает, но мы смотрим и волнуемся насчет основной трассы, которую мы будем устроить через полтора-два года. Там мы будем уже волноваться насчет рабочей силы. Я думаю, что всех волнует, конечно, как отразится строительство на нашей повседневной жизни. И, гадают рижане, не придется ли закрывать улицы какие-нибудь или, например, останавливать работу вокзала? Как мы уже обещали, ни одна улица не будет полностью закрыта для пешеходов, автомобилистов или общественного транспорта. Да, будут ограничения, но, пожалуйста, примите их с пониманием, чтобы мы могли построить современный и удобный транспортный узел. В августе планируется ограничение движения на улицах Лаш, Лаш и Двирного. Ограничения будут объявлены. Подробно о них можно узнать уже в нашем сайте. То есть, на этом сайте вся будет подробная информация, на каких улицах будет ограничено движение, да? Да, именно. Ну и не забываем, что есть еще замечательный новостной портал MixNews, где тоже вся эта информация появляется и обновляется, в том числе касаемо Рейл Балтика. Ну да, вот Лач пришей, Дзирнову, любое ограничение, просто сейчас же тоже объявлено, думай, о масштабных работах. Ну, как-то все это жизнь ограничивает, переживания велики, скажем так, особенно у автомобилистов, все эти неудобства. Ну, прямо скажем, нет-нет, да и подбешивают. Вот все это, ну, что называется ради лучшей жизни в будущем, опишите, пожалуйста, в таком случае эту лучшую жизнь. Ради чего все эти неудобства, ради чего мы все это терпим? Да, мы очень уверены насчет этого будущего, потому что мы строим транспортный узел европейского значения, который будет использоваться многие десятилетия. Это место в Риге, где концентрируется больше всего пунктов движения, инженерных сетей, различного вида качества и сложности. Следовательно, все решения должны быть устойчивыми, эффективными и хорошо продуманными. Поэтому продолжается разработка конкретных решений. Более 250 проектировщиков и инженеров Латвии и за рубежом уже постоянно работали над нашим проектом. При участии партнеров были разработаны такие решения центрального узла Рау-Балтика, как расположение транспортных узлов и зон отдыха, решение для здания вокзала, проходов и зон платформ, проект новой улицы и расположение остановок общественного транспорта в близости станции, планирование новых светофоров и пешеходных переходов, расположение и организации велосипедных дорожек, в принципе, озеленение и решение доступности для людей с особыми потребностями. – Касмар, а скажите, какие конкретные работы, потому что понятно, что новые светофоры, решение здания вокзала, это все может быть какие-то общие сейчас слова красивые, а вот что конкретные, какие работы проделываются на строительной площадке возле центрального вокзала, что сейчас там происходит? – Да, мы подготовили некоторые цифры и примеры, чтобы вы понимали масштаб работ. В частности, это уже 7 километров новых кабелей только для организации, сигнализации железнодорожной зоны, безопасности, оповещения пассажиров и электроснабжения, преобразования и обновления инфраструктуры. Коснулись и самой южной площади и ближайших улиц, где демонтировано уже 5 километров старых телекоммуникаций, заменено 1 километр троллейбусных проводов, 1 километр водопроводов, 4 километра электропроводов и также проложено 2,5 километра новых телекоммуникаций. На этом этапе тоже мы уже построили теплотрассы на улице Тимотея. – А что касается здания самого вокзала, когда начнется работа над ним? – Да, строительство самой здания, вокзала, начнется уже в конце этого лета. В ближайшие месяцы строители Беррикс начнут строительство с бурением опор и укладок фундамента. Интенсивные строительные работы на этом участке продлется до середины 2023 года. Опять в это время посетители центрального вокзала смогут безопасно добраться до вокзала и передвигаться на поезде. Согласно архитектурным решениям, новое здание станции «Рао Балтика» займет почти половину существующей южной площади. Это та площадь, которая в сторону Министерства транспорта. Также будет улица с односторонним движением, так называемая подъездная дорога «Кисенрайт», которая обеспечит удобную и безопасную возможность привезти или встретить пассажиров в поезде тоже на машине. То есть можно, наверное, сказать, что мы в ближайшие годы не узнаем вот этих зданий вокзала, все кардинально изменится и будет совершенно выглядеть уже по-другому. Именно, потому что со стороны Министерства мы увидим уже в 2023 году полностью новые станции со всеми тремя уровнями, которые мы знаем, как уровень улицы, уровень платформ и зона ожидания. Это будет уже полностью функциональная половина станции. Я так понимаю, только Ригой строительные работы не ограничиваются. Где они еще сейчас идут? Сейчас мы продолжаем строительные работы тоже и в зоне аэропорта Риги. Там продолжается тестирование опор. Там уже мы через месяц планируем полностью перестроить подъездные дороги. И это значит, что мы уже тоже в этой зоне уже набираем интенсивность работы. А еще появилась информация о том, что может появиться новый мост через Даугаву возле Сауколны между Сауспилсом и Огрой. Ну так вот, плюс-минус. Об этом проекте что-то можете рассказать тоже? Да, утвердили. Кабинет министров утвердили и разрешили нам проектировать этот мост. Этот мост очень уникальный. Он будет для двойного сообщения. Там будут поезда Райл-Балтика пересекать эту часть Даугавы. А также дорога для автомобилей будет вместе в одной стройке. Это будет дуальный мост, который будет использоваться и для поездов, и для машин. Поэтому теперь мы будем проектировать и соответственно строительство через три года или больше. А Казбор, скажите, как, если вы, конечно, знаете, проходит у наших соседей работа, потому что понятно, что Райл-Балтика это совместный проект, не только все от нас зависит. Продолжается ли, идет ли все там по графику в Эстонии, например? Да, в Эстонии они продолжают работу над многим пунктом пересечения, где дороги пересекаются с железной дороги, и потом им будет уже возможность строить основную железную дорогу, когда эти пересечения будут закончены. В Литве тоже, в округе Каунаса, там происходят очень интенсивные работы, строительство, и мы ждем с нетерпением, когда работы тоже уже продвинутся в сторону Латвии, чтобы мы могли уже соединяться на границе, на речке с мостом уже через границу, чтобы соединить Латвию и Литву. Спасибо огромное. Благодарим Каспарса Вингриса, председателя правления компании Aeropus Dels Lelinias, говорили о строительстве Rail Baltic, о том, что происходит сейчас. Каспару, огромное спасибо. Удачи. До следующих встреч. Ну и, конечно, вся подробная информация чуть позже появится на портале MixNews.lv, если вдруг по какой-то причине вы не уследили за ней в нашем эфире. Мы с Олегом сейчас прервемся, впереди новости, после чего мы созвонимся с мэром Даугупилса Андреем Мелоксеньшем и обсудим происходящее в городе и его окрестностях, разумеется, в плане нелегальных беженцев со стороны Белоруссии. А еще нас ожидает очень интересный разговор о том, какую музыку предпочитают слушать латвийцы, и вот как ковид повлиял на потребление латвийцами музыки. А пользуясь... Утро на Волкове. Готовимся к зиме. Распродажа только три дня. Женского и мужского трикотажа из шерсти с кашемиром, хлопка и других натуральных материалов высокого качества напрямую с фабрики. С 13 по 15 августа в Старой Риге на улице Рихарда Вагнера 8. Цены от 1 до 35 евро. Ждем вас! Внимание!